Здравствуйте! Это праздничная студия ОТВ и новогодний выпуск программы «Центр внимания». Сегодняшний выпуск для вас проведем я, Сергей Суханов и Ирина Звягинцева. Здравствуйте! До боя курантов осталось совсем немного времени, и наши корреспонденты подготовили для вас самое интересное и полезное. Для начала давайте подведем итоги года уходящего и узнаем, что ждет нас в сегодняшнем выпуске. Из ветхого и аварийного в современное и безопасное. 2020 год тысячи островитян будут встречать в новом жилье. Сахалинская кухня – это уникальное сплетение рецептов блюд Европы и Азии. Сегодня шеф-повар Эльмира Аликеева расскажет нам, как правильно приготовить салат Оливье и Ханский к новогоднему столу. У нас с вами 4,5 часа. За это время нужно успеть накрыть на стол, привести себя в порядок и не потерять голову в новогодней суете. Как это сделать? Давайте узнаем. Нас не догонят от детей Азии до Кубка Анатолия Тарасова. О самых ярких спортивных событиях 2019 года вам расскажу я, Игорь Антипов. Гадания, гороскопы и восточная мудрость. Специально для вас мы узнали, каким будет 2020 год. Новый год – это прежде всего подведение итогов. Что сделано хорошего, а что плохого. И как пережил 2019-й наш островной регион и с какими показателями он входит в Новый год. В этом разбиралась наш корреспондент Дарья Янченко. Ей слово. Год серьезных перемен, инициатив и уверенного движения вперед. Таким запомнился 2019-й. Сфера здравоохранения островов развивается семимильными шагами. Благодаря появлению сервиса 1.300 у населения появилась возможность быстро записаться на прием к врачам, оставить жалобы или благодарности. Воспользовались ресурсом уже 170 тысяч человек. А чтобы помощь была доступной и качественной, здравницы пополняются новыми кадрами и современным оборудованием. Мы, конечно же, являемся сейчас одним из передовых регионов по оснащению. Но и компьютерные томографы в текущем году также мы поставляли взамен старых уже. У нас появился еще один дополнительный аппарат магнитно-резонансной томографии. Вот сейчас завершается его установка в городской больнице Южно-Сахалинска. В регионе действует один из самых внушительных пакетов мер социальной поддержки. По инициативе губернатора Валерия Лимаренко, островитяне старшего поколения стали получать дополнительную выплату в тысячу рублей. Увеличился минимальный размер пенсии. Теперь он составляет 15 тысяч рублей. Бьет рекордный регион и по темпам строительства жилья. Объем финансирования всех мероприятий на аварийное жилье вдвое увеличен по сравнению с прошлым годом. И это не предел, будем увеличивать еще. В ход идет и покупка вторичного фонда, поскольку нарастить строительство невозможно мгновенно. И в этой ситуации хочу сказать, что часть людей буквально сейчас выкупается под них жилье и они переселяются. В 2019-м произошло долгожданное для области событие. Главная транспортная артерия острова – трасса Южно-Сахалинск-Аха – в 2020-м перейдет в федеральную собственность. Уверен, что после решений о передаче этой дороги из региональной в федеральную собственность, взять ее на баланс Федерального дорожного фонда, мы сумеем предпринять меры по ускоренному переводу этой дороги в нормальное нормативное состояние. Глобальное развитие островов продолжится и в 2020-м. Приедут новые медицинские кадры, будет запущена программа по профилактике рака желудка. В эксплуатацию введут 430 тысяч квадратных метров жилья. Дарья Янченко, телекомпания ОТВ. И ведь кто-то из тех счастливчиков, кто получил заветные квадратные метры, сейчас сидит за праздничным столом в новой квартире. С одной из таких семей встретился наш корреспондент Даниил Маслов. Поздравил с новосельем и, конечно же, с наступающими новогодними праздниками. Семья Струковых поднимается по новому подъезду только что с данного жилого дома. Здесь им выделили квартиру взамен старой, которая располагалась в ветхом и аварийном здании. Открыв дверь, взрослые дети приходят в восторг. О, как хорошо. Сильненько. О, новым пахнет. Вместо старого и облупившегося потолка – новый натяжной. Вместо холодных стен – теплый, да еще и с отделкой. Новая квартира приглянулась детям. Ребетня быстро определилась, где будет обустроена детская. Взрослые, наблюдая за своими чадами, не могут налюбоваться новыми метрами. Этот Новый год семья будет встречать с огромной радостью. Я хочу сказать большое спасибо за то, что я получила эту квартиру. Эмоциями переполняет, конечно. Благодарна очень. Спасибо большое. Тем, кто построил этот дом, вложили свое тепло. Все равно любовь свою строили. Будем здесь жить шикарно. Кроме переселенцев и старого и аварийного жилья, Новый год в новых стенах будут праздновать и другие островитяне. Наталья Макаренко много лет работает в бюджетной сфере. На собственные квадратные метры девушка пока не успела накопить. На помощь пришло государство. Благодаря программе «Арендное жилье» Сахалинка получила квартиру, которую при желании в дальнейшем сможет выкупить. Я работаю врачом. Раньше приходилось снимать квартиру. Это было крайне неудобно, дорого. Узнала о программе «Арендное жилье», подала заявку, одобрили, выдали ключи. И вот мы встречаем Новый год в новом жилье. В этом году островной регион охватил строительный бум, в частности, жилых домов. Цифры говорят сами за себя. Мы сейчас как раз подводим итоги. И итоги нас радуют. Мы немного даже перевыполнили план по расселению жилья. Мы планировали в пределах 46 тысяч сдать. Не сдать, а переселить, расселить. То сейчас это уже цифра подходит к 49 тысячам. Темпы строительства жилья в Сахалинской области неустанно наращиваются. Это значит, что уже в следующем году новые квартиры получат больше основных семей. Данил Маслов, Алексей Нестеров, Дмитрий Клеровский, телекомпания ОТВ. А что ждет всех россиян в новом 2020-м? Ирина, я изучил несколько новых законопроектов, которые вступают в силу с будущего года. И готов поделиться этими новостями. Жизнь россиян в 2020 году не сильно, но изменится. В первую очередь власти взялись за автомобильное законодательство. По-новому будут принимать экзамены у будущих водителей. Так, с января можно будет учиться езде на автомагистралях. А с октября отменят привычную всем площадку. Внутренние экзамены на ней в автошколах останутся, а испытания ГИБДД будут проходить только в городе. Обязательные элементы вроде подъемов, спусков и параллельной парковки будут выполняться именно в реальных условиях без всяких вешек. Сдал экзамен – иди в салон за автомобилем. Но не забудь взять побольше денег. Цены на легковые авто в 2020-м вырастут из-за повышения так называемого утилизационного сбора. Эксперты предрекают повышение на 50-150 тысяч рублей за автомобиль. Русская традиция обмыть покупку также столкнется с новыми нормами. В очередной раз повышается стоимость акцизов на вино. Бутылочка любимого Пино Нуар обойдется на 5-10% дороже, чем в 2019-м. Можно, конечно, заказать винишко или еще что-нибудь полезное из-за рубежа. Но учтите, если раньше пошлины облагались покупки только дороже 500 евро, то теперь сумма уменьшена до 200. За все, что выше, извольте добавить примерно 15% от стоимости покупки. Зато легче будет на все это заработать. С января начнется постепенный переход на электронные трудовые книжки. И больше не нужно будет приносить при устройстве бумажный, заполненный ручкой документ. Уходят в прошлое и другие советские атрибуты. Так называемая регуляторная гильотина по решению суда отсечет голову 20 тысячам законов и подзаконных актах. В их числе множество давно не нужных и даже нелепых норм, вроде обязательного для всех кафе страны рецепта приготовления омлета. Они давно не действуют, но их теоретически можно использовать, чтобы кого-нибудь оштрафовать или где-то смошенничать. Поэтому порядок в этой сфере навести бы не помешало. Ну и как мы все знаем, порядок должен быть не только в головах, но и в клозетах. Вокзальные туалеты в 2020 начнут посещать больше людей, потому что они теперь для всех и всегда бесплатны. Вне зависимости от того, есть у вас билет или нет. Законотворцы, кстати, тоже планируют отметить Новый год, при этом не думая о законах. К примеру, председатель островного парламента Андрей Хапочкин готов на время забыть о своих делах и встретить Новый год в кругу семьи. Своими новогодними традициями он поделился с нашим корреспондентом. Андрей Алексеевич, ну уже через несколько часов наступит долгожданный Новый год. И где вы планируете встретить бой курантов? Я надеюсь, что с друзьями, с семьей. И надеюсь, что я не усну до Нового года. Потому что у меня одно желание – это выспаться и проснуться 1-го числа, зная, что супруга будет спать, город будет тихий. Это мое самое любимое время с 9 утра 1 января до обеда, когда ни одной машины нет. Ты можешь нарушить спортивный режим, взять холодец, оливье, мандарины. Главное, этого никто не видит. Да, этого никто не видит. Ты в своей пижаме какой-то такой, маечке у телевизора, и у тебя подня просто абсолютного счастья, тишины, новогоднего настроения. Ну и, конечно, еще раз повторюсь, это оливье и холодец. Это моя мечта всей жизни вот этого года. В детстве, как вы отмечали Новый год, то есть какие-то традиции были в родительском доме? Наверняка же в детстве любой мальчишка, любой ребенок ждет этого чуда, ждет новогоднего подарка под елкой. Я помню, и это вот светлые воспоминания, когда мы всей семьей собирались у тети Ани, это Елизаревы, наши родственники, всей семьей с маминой линии, с папиной, со стороны моих двоюродных братьев, это Елизаревы, и это очень много народу. Это общий стол, это голубой огонек, там вот эти новогодние песни, даже помню фигурное катание показывали, поздравления у елки, и мандарины, мандарины, мандарины и хлопушки. Подарки были небогатые, но мы ждали эти пакетики, где вот и Голивер, Мишка на севере и мандарины. До сих пор мандарины, это запах мандарина, запах елки, хлопушек, это вот мои детские воспоминания. И, конечно, сейчас такого нету, а раньше всей семьей, огромной семьей собирали за одним столом. Ну и, конечно, кто не любит салат Оливье? Традиционное блюдо к любому новогоднему столу, причем в любом его исполнении, будь то салат с колбасой, мясом или даже говяжьим языком. Ну и еще традиционные блюда – это пельмени, селедка под шубой и, конечно же, холодец. Перечислять можно бесконечно. Наши корреспонденты Ангелина Шевченко и Владимир Ильин встретились за новогодним столом. Ну что ж, Эльмира, давайте приступим без долгих разговоров к делу. Конечно, конечно, давайте. А начнем мы с самого новогоднего блюда – салата Оливье. История появления этого кушания давно обросла легендами. Считается, что знаменитый салат был придуман поваром французского происхождения в России во второй половине 19 века. Люсьен Оливье – основатель знаменитого ресторана «Эрмитаж», а также автор великолепного и живущего до сих пор блюда. Оливье обычно, знаете, везде по-разному готовят. В Средней Азии тоже по-разному. У нас в основном салат Оливье готовят, например, в России в основном колбасой готовят, а у нас мясной идет говядина, могут баранина добавить. Салат Оливье готовится из самых доступных ингредиентов. Если во второй половине 19 века это были раковые шейки, трюфели, куропатки, рябчики и каперсы, то сейчас это колбаса, огурцы, яйца и зеленый горошек. Шеф-повар Эльмира Аликеева посетила наш край совсем недавно. Больше всего гостей с материка поразили гастрономические пристрастия местных жителей. Помимо классических европейских блюд на праздничных столах островитян, непременно присутствуют шедевры восточной и азиатских кухонь. Японскими роллами или корейскими закусками сахалинцев уже давно не удивить. Сахалинская кухня – это сплетение всех стилей, всех блюд со всей Азии и Европы. Наверное, поэтому многие туристы и гости с материка, они всегда поражаются. То есть они приходят в наши рестораны, они приходят к нам в гости, и они искренне не могут понять, откуда у нас столько всего разнообразия на острове. Сегодня мы приготовим салат ханский, очень популярный в Китае, Монголии и Кыргызстане. Огурцы, болгарский перец, помидор и заправка, в составе которой соевый соус, чеснок и красный перец. Не прошло и пяти минут, как пикантная закуска готова. Самое время накрывать на стол и готовиться встретить Новый год. Хотим поздравить всех островитян с наступающим Новым годом, пожелать счастья, здоровья и долгих лет жизни. Самое главное, пусть следующий Новый год будет очень вкусным. С Новым годом! Вкусный сюжет у ребят получился. Тут легко и голову потерять при виде такого изобилия. И все же, как встретить Новый год без вреда для здоровья, обо всем расскажет Полина Булгакова. Нам с вами предстоит пройти самый последний и очень непростой квест в этом году. Итак, у нас с вами четыре с половиной часа. За это время нужно успеть накрыть на стол, привести себя в порядок и не потерять голову в новогодней суете. Как это сделать? Давайте узнаем. Начнем по порядку. Задача номер один – приготовить праздничный ужин. Традиционный набор продуктов давно куплен, меню составлено. Но закрадывается мысль, что успеть все вовремя не удастся. Решение лежит на поверхности. Откажитесь от некоторых классических и время затратных блюд. Например, отряда салатов. Если вы любите такие традиционные блюда, как оливье, допустим, обычное, либо селедка под шубой, от них, я думаю, можно отказаться и купить в магазине или в супермаркете. Если же вы заранее распланировали свое время, но в ходе приготовления что-то пошло не так, не расстраивайтесь. Есть вариант и на этот случай. Помните, это стандартный прием пищи, поэтому не стоит нагружать стол. Всегда за короткое время можно приготовить итальянскую пасту или пойти другим путем. У нас идет тенденция к здоровому питанию. То есть все убирают майонезные салаты, все жирное, жареное, и все мы едем в легкие салатики, овощи, фрукты. К слову, о легкости блюд говорят и врачи. Большое обилие тяжелой пищи пагубно скажется на вашем здоровье. Чтобы утром 1 января чувствовать себя хорошо, не старайтесь съесть все и сразу. Разграничьте прием пищи. Например, делайте перерывы между каждым блюдом и закуской как минимум 20 минут. Есть и другие полезные советы. Существуют некие стимуляторы пищеварения. То есть вещества или продукты, которые не просто перевариваются, а еще и вызывают повышение аппетита. К таким веществам, в частности, относится и алкоголь. Значит, если мы скажем себе, что мы меньше выпьем, то мы точно меньше съедим. Также специалист советует перед ужином выпить умеренное количество воды, чтобы обмануть желудок. Есть не спеша и выбирать место за столом с самыми стройными гостями. Что касается всех каникул, то врачи рекомендуют не валяться всю неделю на диване и поглощать остатки холодильника. Прогуляйтесь в лесу, сходите в парк и на каток. Проведите время с пользой для организма. Полина Булгакова, Максим Махин, телекомпания ОТВ. Для многих Новый год – это возможность встретиться с родными и близкими, уделить время общению и, конечно, обменяться подарками и пожеланиями. Именно так поступит мэр Южно-Сахалинска Сергей Нацадин, для которого, как и для многих, Новый год – это сугубо семейный праздник. А вы помните свой первый Новый год? Вот в детстве наверняка вы ждали же какого-то чуда, подарка под елкой. Вы знаете, да, абсолютно правильно. Когда ты Новый год встречаешь в детстве, это просто волшебство. Это ожидание открытой форточки. И вот что-то должно произойти, и потом какое-то будет чудо под елкой. Вы правильно говорите? Это связано всегда с подарками. Иногда ты до этого момента не дотягиваешь, потому что засыпаешь. И когда просыпаешься с утра, находишь под елкой то, чего я ждал так долго. Подарок. А какой у вас был самый любимый подарок? Вы знаете, я не помню в деталях, но в детстве обычно мальчишки любят машины. Но на самом деле для меня всегда было подарком вот это ощущение елки, мандаринов. И вот этого такого тепла и любви, семейной заботы и ощущения праздника. Это всегда было самое лучшее ожидание. И наверняка Новый год, это вот ключевое слово, как вы заметили, это семейный праздник в первую очередь. Как вы собираетесь отметить 2020 год? Вы знаете, я действительно вот в этом плане очень люблю традиции. И для меня Новый год это точно семейный праздник. Это всегда семейный праздник. Всегда в кругу семьи. Это всегда прогулки на природе. Это всегда спорт. Это всегда связанная с Новым годом еда, оливье, селедка под шубой, пельмени на следующий день. Все это будет у вас на Новом году? Да, конечно, конечно. Это все готовится, это все в предвкушении, это все мы ожидаем. И ждем этого чуда и праздника – Новый год. А вот некоторые сахалинцы встретят Новый год на рабочем месте. Это люди, без чьей работы нам просто не обойтись. Полицейские, врачи, таксисты, пожарные. И отдел выпуска нашей телекомпании, который в новогоднюю ночь для вас будет транслировать все самое интересное. 12, конечно, посидим встретим, а так дальше на работу. Илья Кузьмичев новогоднюю ночь на работе будет проводить впервые. Алкоголь он не употребляет, поэтому сможет сразу после 12 сесть за руль в надежде подзаработать. Ценники в это время повышают все таксопарки, договорившись между собой. Обещают, что подход будет разумным и поездка не будет стоить дороже, чем на треть. Тем более, что конкуренция еще более высокая, чем обычно. Новый год для всех таксистов – хлебное время. Все как-то знают, что люди будут отдыхать, выпивать, на своих машинах не ездить. И как-то и мы призываем к этому, чтобы люди не нарушали закон, правила дорожного движения. А вот фельдшер скорой помощи Денис Чипонов будет на новогодней смене уже второй год подряд. Родные относятся с пониманием – работа есть работа. Понятно, что во время массового праздника количество так называемых острых случаев будет больше. Однажды, например, на одном из вызовов пациенту запускали остановившееся сердце прямо под бой курантов. Число звонков на экстренный номер тоже увеличится. Увеличивается количество вызовов именно с отравлением пищевыми, с пьяными лицами, с теми же самыми криминалом, с драками. Если в обычные дни у нас за ночь выходят около 5-7 вызовов, то в новогоднюю ночь будет около 10. Не будет спать в ночь с 31 на 1 и выпускающий эфира нашего телеканала. Для того, чтобы сахалинцы в любой момент могли посмотреть любимые программы и фильмы, в специальном помещении круглосуточно дежурит человек. ТВ «Сахалин» приготовил праздничную программу для всех сахалинцев. Там и фильмы, и мультфильмы на любой вкус. Поэтому приглашаем вас посмотреть нашу праздничную программу в новогоднюю ночь и все новогодние каникулы. Ну и разумеется, дежурят в эту ночь военные и спасатели, пожарные и энергетики, а также трудятся сотрудники сферы услуг. Не забудьте их поздравить, если отмечаете Новый год в баре или ресторане. Сергей Суханов, Максим Махин, телекомпания ОТВ. Не думать о работе в новогодние праздники для этого человека, пожалуй, не получится, ведь он всегда должен быть в курсе событий, происходящих в регионе. И тем не менее, для председателя островного правительства Алексея Белика существуют свои традиции встречи Нового года. Здравствуйте, Алексей Васильевич. Вот-вот наступит Новый год. Какие в вашей семье существуют традиции для встречи Нового года? Добрый день. Прежде всего, я хотел бы сказать, что каждый из нас верит в чудо. И Новый год – это, безусловно, волшебство для наших детей. Что касается непосредственно моей семьи, то каждый год я и мои дети любят совместно наряжать новогоднюю елку. А есть ли у вас какое-то любимое новогоднее блюдо? Может быть, какое-то нетрадиционное, которое будет на новогоднем столе? Что касается непосредственно меня, для меня самое любимое блюдо – это салат оливье. И вы тоже готовите его наверняка всей семьей? Конечно. А что для вас лично, вот, сам праздник – Новый год? Новый год, что касается непосредственно меня, это, безусловно, уверенность в будущем дне. Это уверенность в том, что те мечты, которые есть в каждом из нас, они будут реализованы непременно. Ну а для тех, кто планирует провести новогодние праздники активно и с пользой, советуем посмотреть наш следующий сюжет. Вы знаете, как правильно слепить снеговика или снежную бабу? И на каком транспорте менее опасно кататься на горке? В этом вам помогут советы нашего корреспондента Ангелины Шевченко. Снега этой зимой немного, и он еще рыхлый. Но девчонки не сдаются и не теряют надежды построить снежную бабу. Милана Монова больше любит теплое солнце, чем колки мороз. Но в холодную пору все равно находит для себя занятия. Какие из развлечений для тебя зимой самые любимые? На коньках кататься. Кстати, о коньках. Пока Милана лепит снеговика, на льду уже собрался шестой Б-класс. Ребята из года в год проводят новогодние каникулы вместе, каждый раз придумывая для себя новые развлечения. Скажите, что будете делать на новогодних каникулах? Мы как раз всем классом на коньках. Почему? Почему коньки – это круто? Нравится нам, это весело. Потому что на коньках ты охватываешь незабываемые ощущения. Позитив. Самым опытным из них оказался Станислав Трошин. На коньках парень стоит больше двух лет. Покорить лед помог папа. Теперь каток для него – основное место для развлечений. Санки и снег также неразделимы, как мороженое и вафельный рожок. Кататься с горки можно не только на салазках. Для этой цели прекрасно подходят современные ледянки. Горка небольшая, но все равно страшно. Но тут главное не пасовать. Садимся поудобнее. Собрались духом и в путь! Кстати, снежный склон оборудовал Алексей Лукин. Молодой человек в прошлом году строил тоннель. Теперь решил заняться горкой для своих детей и других маленьких горожан. Мы с отцом всегда строили горку и заливали ее для всех этих, для всех друзей с двора. Поэтому вот продолжаем. Чем заняться в городе, гадать не приходится. Выбор огромен. Экстремалы могут смело отправляться на горный воздух и осваивать лыжи или сноуборд. Для тех, кто любит спокойный вид отдыха, есть возможность прогуляться рядом с ледовыми фигурами. Но что бы вы ни выбрали, пусть ваш отдых принесет вам только радость и хорошее настроение. Ангелина Шевченко, Сергей Салихов, телекомпания ОТВ. Открыли остров для всего мира. В этом году главным спортивным событием на Сахалине стали первые международные зимние игры «Дети Азии». Традиция летних игр существует уже больше 10 лет. Но в этот раз организаторы решили провести соревнования по зимним видам спорта. А потому на остров слетелось более тысячи спортсменов из 20 стран мира. А быть и других значимых событиях спорта расскажет наш коллега Игорь Антипов. Добро пожаловать на Сахалине! Открывали игры красочно. Это были и гонки на снегоходах, этнические танцы, катание фигуристок на льду. На стадионе «Спартак» установили маяк, где зажгли главный огонь. А еще ко всем романтично выплывал парусник. Даже трескучие морозы не испортили яркой атмосферы спортивного праздника. Здесь будет развиваться туризм, здесь будет курорт и здесь будет база для подготовки наших спортсменов на всех спортивных соревнованиях международного класса. У всех буря положительных эмоций вызвала детская сборная по хоккею из Кувейта. Мальчишкам за матч забрасывали за 50 шайб, но строго их не судили. Все-таки из теплой страны хоккей там в диковинку. Потому на Сахалине и на всех просторах интернета ребят поддержали массовым флешмобом. «Нам нужно больше кататься на коньках, больше тренироваться. Мы на лед вышли всего три недели назад». У сборной Кувейта есть еще время, чтобы набрать необходимую форму перед вторыми зимними играми «Дети Азии». В 21-м году их вновь доверено провести Сахалинской области. Вернулся из Сантьяго с бронзой воспитанник областной школы по восточным видам единоборств Константин Какавуров. Взойти на пьедестал Южинск-Калинцу удалось на 11-м молодежном первенстве мира. Хорошие результаты и в тяжелой атлетике. На юниорском первенстве Европы в Румынии отличилась Анастасия Корчагина из Хомска. «Настюш, ну я тебя еще раз поздравляю. Я надеюсь, что вот эти медали первенства Европы, серебряная и бронзовая, они перерастут в нечто большее». И под занавес года фурор на международном турнире по хоккею «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова учинила детская дружина из Южно-Сахалинска – «Ареномастер-2008». Ребята в решающем финале со счетом 5-3 обыграли янтарную звезду из Калининграда и стали первыми. То ли еще будет. Игорь Антипов, телекомпания ОТВ. Спорт – любимое времяпровождение для многих сахалинцев. А для занятий с зимними видами у нас есть масса возможностей и площадок. На одной из таких горном воздухе мы встретились с Валерием Лимаренко. Как планирует встретить Новый год глава региона и какие новогодние традиции существуют в семье Лимаренко? На 31 число мы начинаем с храма, как ни странно. Обычно люди с бани начинают, а мы начинаем с храма. Потом бывает и баня. А вот на Рождество мы собираемся с семьей. Все поколения. Бабушки, дедушки, папы, мамы, внуки. В общем, вся большая семья. Это происходит у нас на даче, в лесу, где сказочно. Ели елки, где огоньки яркие, где сугробы, где санки, снегоходы. Ну, в общем, все как во время русской зимы. Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Любви, добра. Пожелаем удачи. Пожелаем хорошего настроения. Чтобы все мечты сбывались. Чтобы не болели дети. Чтобы родители не были одинокими. Чтобы был мир и любовь в вашем доме. С Новым годом! Наступает Новый год. Год белой и металлической крысы по восточному календарю. Если верить восточной философии, то подстроив свою жизнь под характер животного покровителя, можно добиться немалых успехов. Крыса вступит в владение новым периодом 25 января 2020 года. Именно к этому времени и нужно строить важные и долгосрочные планы. В периоде между уходом старого и приходом нового года есть что-то магическое. С древних времен люди чувствовали таинственную энергию в это время. Так появились рождественские гадания, а затем и астрологические прогнозы. В погоне за желанием знать, что нас ждет в будущем, человечество придумало различные ритуалы и вспомогательные предметы к ним. Мы также решили не отходить от традиций и попросили опытного в потусторонних делах человека рассказать, что ждет астровитян в 2020. 2020 год – это не просто начало нового десятилетия, это начало новой эры. В этом году всех ожидает успех в любых делах, будь то здоровье, личная жизнь, либо быт. В год крысы очень важно обращать внимание на мелочи, так как для этого животного это очень важно. Ну а если вы не верите в гадание и прочую эзотерику, то вот вам восточный подход к делу. Неспроста крыса открывает новый лунный цикл китайского календаря. По легенде, это животное пришло первым в гонке за право охранять покой нефритового императора. Обогнать ловких, быстрых и сильных зверей ей удалось благодаря своей мудрости и хитрости. Так что 2020 год будет покровительствовать людям именно этого знака зодиака. С наступления года крысы у людей появляется больше возможностей начать что-то новое, достичь больших успехов. Ну и вообще сама по себе крыса – она это символ благополучия, достатка. То есть считается, что люди, которые родились в год крысы, они достаточно умные, достаточно успешные. Свой взгляд на восточный календарь есть и в Корее. Несмотря на близкое расположение страны к Китаю, отношение составления гороскопа немного отличается. Чтобы знать, что ждет человека в следующие 12 месяцев, мало родится в год крысы. Здесь нужно знать и другие немаловажные даты. Когда он был рожден, в каком году, в каком месяце, дата, число имеется в виду и время желательно, чтобы было известно время его рождения. И человек, который владеет этими всеми навыками, как это смотреть, смотрит, какой же будет у него гороскоп на предстоящий 2020 год. Также по восточным поверьям, людям, родившимся под покровительством крысы, Новый год нужно встречать хотя бы в одной одежде красного цвета. Тогда следующие 12 месяцев будут успешными и денежно богатыми. Данил Маслов, Сергей Салихов, Дмитрий Кляровский, телекомпания ОТВ. Вот и завершается 2019. И мы поздравляем наших телезрителей с наступающим Новым годом. Пусть он принесет только позитивные и добрые новости. С Новым годом, друзья! До встречи в Новом году! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова